Мы уже рассказывали об открытии новых обелисков в честь героев Великой Отечественной войны в поселках Голубая Нива и Целинном Славянского района. И в хуторе Прорвенском Черноярковского сельского поселения накануне Дня Победы произошло радостное событие. Подробности в нашем репортаже. Мы помним солдаты-офицеров, которые смогли отстоять честь и независимость нашей Родины в сороковые пороховые. И очень важно, чтобы эстафета этой благодарной памяти не прерывалась с течением времени. Огромное внимание увековечению бессмертных подвигов наших воинов уделяется в Славянском районе. После проведения больших реставрационных работ на торжественном митинге был открыт памятник в хуторе Прорвенском. И мне приятно, что мы продолжаем строить памятники и реконструируем памятники для того, чтобы прежде всего помнили мы сами, чтобы помнили наши дети о том подвиге советского солдата, благодаря которому мы сегодня с вами живем, трудимся, расти в наших детей, в духе любви к нашей малой Родине, к нашей большой Родине. Роман Сенеговский поблагодарил ветеранов войны и тружеников тыла за подвиги, совершенные в годы войны, за трудовые достижения в мирной жизни. Юные жители Черноярковского сельского поселения нашли искренние слова, чтобы почтить память своих прадедов-фронтовиков. Сменяются поколения. Но разве можно предать забвению подвиг воинов, защитивших не только нашу Родину, но и само звание человека, которое хотел растоптать фашистов? Глава Черноярковского сельского поселения Николай Друзяко подчеркнул, что памятник расположен на месте братской могилы, в которой захоронены бойцы Красной Армии. И они достойны вечной славы за свои доблести и мужества. Об этом говорили все выступающие. И мы должны передавать это нашему будущему поколению, нашим учащимся, чтобы они помнили, какой ценой завоевано счастье. Здесь, в этой братской могиле, лежат воины, которые дали нам мир, счастье, свободу и процветание. Помните о них. Никогда не забывайте. Минутой молчания почтили участники митинга, жители поселения, казаки, учащиеся память павших героев. Затем состоялось возложение венков и цветов к памятнику. Для меня большая честь участвовать в открытии этого замечательного памятника. Я считаю, что подвиг солдат нельзя забывать. Очень рада, что у нас появился очень красивый памятник, обновился по сравнению с тем. Спасибо всей администрации и всем, кто принимал участие в этом деле. И мы очень довольны. Благодаря работе поисковых отрядов установлены имена и фамилии 194 бойцов. Они нанесены на мемориальную плиту рядом с памятником. И эта работа по увековечению памяти солдат-освободителей будет продолжена. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».